Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Ненавижу себя за некоторые качества, за глупость или свою жизнь. Я не знаю, как себя полюбить, это с детства. Со школы второго класса терпел отмечки некоторых людей, потом преподаватели. Некоторые вели себя неадекватно. С возрастом я смотрю на себя, вижу неудачность, которая ничего не добилась, не достигла. Мне кажется, я прожила пустую жизнь, не люблю себя за неоправдание чужих ожиданий. Постоянное упоминание этого ощущения, что всем должна и обязана, даже когда устроилась на первую работу и мало платили. Постоянно слышала, что я в этом виноват, у других все лучше, чем у меня. Как такой, как я, можно жить и оставаться? На меня нельзя положиться, я ни на что не способна. Так бабочка говорит у других, терплата выше у меня нет. Так же время на работу забирала это время побыть с бабочкой. Слышала постоянное обвинение в том, что не хочу с ней общаться, что не учусь. Я уже почти магистратуру закончила, даже когда поехала за границу учиться. Постоянно слышала, что тебя там обманули, никуда ты не поступила, ты ничего не можешь. Замуж можешь не выходить с такой внешностью, какой брак. Так говорила старая бабушка. На тебе женится только эта квартира, давай познакомься с другом, ему 45. Мне было 18, хоть он женится, хоть он женится, у тебя будет где жить. Закончишь образование и пойдешь работать. Он тоже 50 закончил, вы подходите друг к другу, мозгов тоже нет у тебя. Лерочка говорила, что я девушка легкого поведения, как у меня университет, я ничего не знаю, ты никуда не поступишь, даже базу не знаешь. У тебя только для умных, вот куда ты собралась, Москву и Питер, значит, с ребенком на руках вернешься. Мышь тебя сразу кинет нафиг, ты ему сдалась, что у тебя такого, чтобы жениться, я же ничего. Лера, ну, я думаю, что для вас не будет секретов, то, что вы просто повторяете слова сейчас других людей. И я думаю, что для вас не будет секретом, а также и то, что много, очень много из того, что вы делаете сейчас, на данный момент, как будто бы вы все это делаете для этих людей, для них, как будто бы. Вот. То есть, ну, опять же, я не знаю, насколько вы согласитесь с этим, не согласитесь с этим, но вот. Есть у меня такое ощущение, что все, что вы делаете, вы делаете для, ну, для этих людей. Как будто бы, ну, как будто бы, вот так, вот так, я думаю. То есть, первым шагом, первым шагом к тому, чтобы себя полюбить, на мой взгляд, был бы, был бы, был бы, такой вопрос, себе, который вам нужно задать, на мой взгляд, себе. Что хочу я, сама, вот, я сама, чего хочу, мне самой, вообще, что нужно, и нужно ли мне самой, что-то. Да, потому что есть такое чувство, что то, что вы делаете, вы не делаете этого для себя, а делаете это только для того, чтобы доказать, что-либо другим людям. Вот. Это первый, первый момент. Второй момент. Ну, если вы, ээээ, так уверены, ээээ, в том, ээээ, что люди, которые, эээээ, говорят право с той, что говорят право, то, в какой, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ От того, что происходит, наверное, вы чувствуете, что ваша жизнь вас не устраивает, как будто бы, вот, не нравится она вам, не устраивает она вас, и вы говорите, как себя полюбить. Окей, вы хотите себя полюбить. Готовы ли вы менять отношения к людям, которые, вот, ну, вокруг вас, готовы ли вы менять отношения своё к ним? Согласитесь, это довольно было бы интересно. То есть готовы ли вы как-то, как-то, вот, признать, что те люди, те люди, которых вы слушали, возможно, были не правы, а, возможно, преследовали свои цели какие-то. Вот. Вот на этот вопрос вам я бы предложил бы ответить. Ну, то есть, если, если вы, вот, в себе уверены, да, если вы уверены в том, что, что вы правы настолько, что, чего вы хотите, тогда, понимаете, да, какой момент здесь. Следующее, следующее. Вы пишите, что над вами насмехались, вы пишите, что над вами смеялись. Ну, вы говорите о том, что некоторые люди ведут себя неадекватно. Это интересный момент. Как вы понимали, как вы поняли, что вот какие-то люди, да, ведут себя неадекватно по отношению к вам. Как вы это поняли именно? Ну, совершенно очевидно, что как-то вы это поняли. Вот. Совершенно очевидно, что из чего-то вы сделали такой вывод. Вот. Мне очень хочется понять, как вы такой вывод сделали. Вот. Вот мне очень сильно хотелось бы этот момент увидеть, увидеть у вас. Вот. Чтобы вы его заметили. Вот. На мой взгляд, в месте, где вы называете людей неадекватными, да? Вот. Ну, вот в том месте, где вы говорите, что человек, ну, неадекватен. Вот. На мой взгляд, в этом месте вы, как бы, ограничиваете себя от других, то есть вы, как бы, признаете, что есть я, а есть другие, и другие ведут себя некорректно. Вот вам бы, на мой взгляд, в этом направлении бы идти. Это было бы очень здорово, если бы вы, вот, в этом направлении бы двигались. Как мне кажется. То есть, в направлении именно от ограничения, от ограничения себя, от других. Сейчас вы этого не делаете или делаете, но вам это очень-очень получается тяжело делать. Вот. Вот. Это вот, на мой взгляд, путь, да, к тому, чтобы, ну, решить, или постараться решить, да, вашу проблему. Вот. Как мне кажется. Вот. Следующий, следующий момент. Это то, что вы в себе не принимаете. То, что вы в себе отвергаете. Вот. То, что вы в себе отрицаете, по сути. Вот. Что же. Это нужно обязательно посмотреть. То есть, посмотреть, что и почему, на каком основании вы это в себе отрицаете, да. Вот. Вот. И, соответственно, больше уже можно будет о чем-то говорить. Конечно же. Вот. Сейчас, сейчас же. Пока. Пока. Вряд ли мы можем это делать. Вот. На мой взгляд, то, что вы сделаете сейчас, это просто, вот, я бы сказал, знаете как, ну, просто пожаловались. Да. Вы просто пожаловались на кого-то из, вот, своих близких людей. Ну, вы можете пожаловаться, конечно. Безусловно, можете. А, ну, что вам, что, что вам это даст. Вот. На мой взгляд, ничего вам это не даст. А слово совсем. Вот. Во- monumental жизни. Вот. Аε. Хочется. Донести. Донести. Донести до вас вот этот. А, момент. Хочется донести до вас. Вот этот нюанс. А вот. И хочется, конечно, сказать, что вероятнее всего вам нужна психотерапия, потому что ненависть к себе, вот такая сильная, которую вы испытываете, это подавленная злость на других людей. Только вы себе это, конечно, запрещаете. Вы себе этого, конечно, не позволяете, вы как бы говорите о том, что, ну, нельзя выговорить о том, что нельзя, нельзя злиться, вот, ну, на, вот, собственно, других, на бабушку-то, там, допустим, вот, вы себе запрещаете. Вот, ну а вот только, несмотря на то, что вы себе запрещаете, решать это все равно у вас есть, поэтому вы делите то, что вы себе запрещаете и причины этого, причины, по которым вы это запрещаете, вот. И с этим, я думаю, уже можно будет начинать работу. Вот. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу и позволю вам начать свою работу. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!